Фонд «Мира без войны» отмечает новоселье. У общественной организации теперь есть свой дом, а точнее четырехкомнатная квартира. Ее предоставили благотворителям на символических условиях. Помещение не в идеальном состоянии, многое предстоит отремонтировать и восстановить. Но четыре стены и крыши над головой – это уже немало. Ремонт планируют завершить до конца августа. К этому периоду фонд будет готов принимать благотворительную помощь от ивановцев. У нас батареи, к сожалению, не топят. Хотели бы также заменить батареи, прикрепить двери. И непосредственно уже у нас заселяется в данном помещении молодой человек, который будет следить, который будет непосредственно заниматься ремонтными работами. Первоначально фонд «Мира без войны» был ориентирован на помощь жителям воюющей Украины. Благотворители возили гуманитарные грузы в Донецк и Луганск. Теперь же расширяют спектр помощи. В этой квартире одежду и предметы первой необходимости смогут получить все нуждающиеся. Если мы будем видеть, что приходит какой-либо гражданин, который нуждается, или человек, который нуждается в каких-то вещах, мы также спокойно можем отдать эти вещи непосредственно этому нуждающемуся человеку. Для того, чтобы здесь фонд всегда был открыт, у нас будет проживать человек. Неравнодушных организаторы фонда не ограничивают. Приносить можно одежду и обувь, не обязательно новую, главное, чтобы чистую, консервы, бытовую химию. А сейчас во время ремонта не откажутся и от старой мебели и техники. Благотворительную штаб-квартиру необходимо хоть немного обставить. Финансово нам абсолютно никто пока что не помогает. И хотелось бы обратиться к нашим жителям с просьбой о том, что все-таки у нас фонд существует официально, это не придумано как бы. Есть у нас счет, который непосредственно привязан к фонду Сбербанки. Все реквизиты указаны на нашем сайте мирбезвойны.рф. Или же смсом, короткий номер, мы создали короткий номер, это 3443 со словом «душа» и указывается любая абсолютно сумма. По закону общественных организаций есть право просить предоставление помещений в аренду на льготных условиях у городской мэрии. Чиновники подберут общественникам свободное и подходящее. Список документов, необходимых для оформления такого права, размещен на сайте мэрии. Правда, организаций много, а помещений у администрации в обрез. В этом году три организации некоммерческие воспользовались данным правом. У нас просто нет помещений. Свободных я имею в виду свободных. Размер арендной платы осуществляется в соответствии с рыночной оценкой, но к ней применяется коэффициент муниципальной поддержки. То есть мы поддерживаем в нашей некоммерческой организации коэффициент 0,2. То есть арендная плата в пять раз меньше, чем была бы рыночная. Благотворительность существует без выходных и сезонов, поэтому фонд «Мира без войны» вновь объявляет о начале сбора посылки для жителей Донецка и Луганска. Следующая поездка ориентировочно запланирована на конец года. Ивановские волонтеры решили поздравить детей, вынужденных жить в эпицентре боевых действий, с Новым годом. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.